О, вода течет. Это так утеплили, да? О, видишь? Сухая, положи, я сейчас покажу. А вот капли, вот, видно. Вот, рука сухая. Почему произошло намокание гофрированной трубы? Если мы посмотрим на эту гофру, то мы увидим, что она оканчивается вот здесь. Дальше мы видим, что она у нас проходит через утеплитель на улицу. То есть, одновременно у нас эта гофра и внутри помещения, и на улице находится. Получается, что внутри есть теплый воздух. Теплый воздух, соответственно, поднимается вверх. В теплом воздухе всегда есть какое-то количество паров. Соответственно, когда этот теплый воздух поднялся вверх, из-за того, что там есть пары, эти пары начинают конденсировать и по шлангу спускаться вниз. Значит, когда они спустились вниз, они попали вот в это, негерметичное место. И, соответственно, утеплитель у нас намок. И потом, когда отделочники пришли и начали устанавливать подсистему для гипсокартона, вот, они обнаружили вот такой вот момент. Соответственно, скинули это заказчику, а заказчик переслал мне. Я вот приехали, начали смотреть и увидели вот такое место. Ну, раньше никогда я внимания на электрику не обращал с точки зрения герметичности конструкции. Но вот первый случай в моей жизни. Теперь будем обращать обязательно все вот эти вот гофрированные места. Обязательно будем герметизировать. В данном случае мы будем герметизировать вот такие вот клеи. Дельта Тикс. Дельта Тикс акриловый клей. Идеально подойдет для того, чтобы нам сейчас сделать пробку такую. Ну, назовем это пробку, чтобы сделать пробку. И вот это место у нас было максимально герметично. Вот. Так вот это выглядит. Сделали заплатку. Значит, у нас есть такая проблема. Нам нужно герметично пройти вот эту гофрированную трубу. Для этого мы будем использовать вот такую ленту, которая называется флексбант. Она односторонняя, но вот у нее есть пополам ее сложить. У нее здесь вот такая вот липучка. И сейчас мы будем показывать вам, как делать заплатку. Как сделать вот эту, вернее, не заплатку, а как сделать вот это место максимально герметичное. Приклеим, короче, вот эту часть мы оставляем. Вот эту часть мы приклеиваем. Она как бы на битумной основе с ними одну часть. Вот она получается такая вот, как битумная. И очень она это, как хорошо растягивается. Если ее тянуть, она не рвется, она эластичная. С другой стороны мы делаем то же самое. Дальше с двух сторон мы начинаем снимать вот эту вот. И дальше мы начинаем обжимать нашу гофру. Как говорит Валерий Юрьевич, не экономьте материал жирным способом. Каким-нибудь намазывайте его. Побольше берите лент, приклеивайте это максимально герметично, чтобы это все было. Не экономьте, не жалейте материал. Вот видите, мы тоже, короче, его слушаем. И побольше материала используем. Все как он осучил. И обрезаем уголки, но это так, чтобы совсем уже по фэншую было. Дальше мы сместили наш провод. Вот она, эта дырка. Сейчас мы загерметизируем. И вот это место тоже будем герметизировать. Все, подготовили наш пистолет. Подготовили нашу гофру. И сейчас будем наносить герметик в эту трубу. Герметик в эту трубу. Так, теперь давай в эту дырку. И ее так же клеим вот этим черным. Ну, не клеим, а лентой. Черные ленты. Небольшой кусочек берем. Соответственно. Все, поджимаем полностью гофру. Так, чтобы это место было максимально герметичным. Вот, что у нас получается. Здесь у нас клей, вот видите. Ну, не клей, ну да, вернее клей, вот этот акриловый. Дельта Тикс ВДА. Все это мы сделали. Здесь мы дырку заклеили, заплатку сделали. Вот это место у нас теперь максимально герметичное. Соответствует всем немецким стандартам. Многие из вас писали, почему синий уплотнитель пускаем по всему периметру. Вот видите, сколько этого уплотнителя много. Почему пускаем по всему периметру. Вот посмотрите, пришли отделочники, как они устанавливают подвесы. Вот сюда устанавливают подвесы. Вот сюда устанавливают подвесы. получается если бы здесь не было бы у этого уплотнителя то они этими саморезами продырявили бы пароизоляционную пленку вот так же здесь идут скобы соответственно этот синий уплотнитель закрывает скобы такая конструкция как мы видим да потому что подвес вот прикручен здесь получается максимально воздуха и пара непроницаема вот мы рекомендуем делать именно вот так потому что когда придут отделочники непонятно в какие места они будут крепить как они будут крепить а так я заказчику предупредил и уже заказчик сказал ребятам крути только вот сюда вот в этот уплотнитель все они так и делают